Итак, тема вебинара «Задание с развернутым ответом в ЕГЭ по физике 2022 года. Новые требования к оформлению». Проведет вебинар Галина Сергеевна Безуглова, кандидат в физико-математических наук, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация и видеозапись, будут размещены на нашем сайте сегодня по завершении вебинара. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически на вашу почту, также по завершении вебинара. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на корректное заполнение анкеты при входе на вебинар. Дело в том, что все данные для вашего сертификата автоматически генерируются, данные для вашего сертификата берутся из этой анкеты, и сертификат генерируется автоматически. Поэтому, если вам важно оформление вашего сертификата, пожалуйста, заполняйте все требуемые ячейки. Особое внимание уделите написанию адреса электронной почты, потому что при наличии хотя бы одной опечатки в ней сертификат своего хозяина не найдет. Если у вас будут вопросы к лектору, надеюсь, они будут, пожалуйста, адресуйте их в чат. Ну, а я желаю всем продуктивной работы и передаю слово нашему лектору. Продолжение следует... Как именно нужно их оформлять детям и как именно выставляются баллы экспертами, то есть критерии оценивания ответов, которые дети напишут на этом отдельном бланке. Итак, для начала немного о том, чем же вот наша ЕГЭ в этом 2022 году будет отличаться от того ЕГЭ, которое было в прошлом году. Как мы все, наверное, уже знаем, в августе произошли изменения. Были выставлены новые контрольные измерительные материалы, новые демоверсии, спецификации, и ЕГЭ немножко поменялось. До этого оно несколько лет поменялось совсем чуть-чуть, там пару заданий. Ну, а вот в этом году уже существенные изменения. Некоторые из них связаны с заданиями первой части, то есть, например, поменялись все задания, в которых нужно выбрать верные какие-то утверждения из пяти предложенных. Если раньше нужно было выбрать определенных количеств, то теперь просто уберите все утверждения. Немножко задания поменялись местами, появились новых, два задания нового типа, которых раньше в ЕГЭ не встречалось, ни в ЕГЭ, ни в УГЭ. Но об этих всех изменениях мы с вами говорили на предыдущем вебинаре. В принципе, если вы хотите, его можно найти на нашем сайте и на нашем канале. Ну, а сейчас мы поговорим о заданиях второй части. Итак, вторая часть – это задания с развернутым ответом. И если в том году вторая часть, там были задания как с развернутым ответом, так и с кратким ответом. Помните, там было два задания по электричеству, по квантовой физике или по молекулярной физике. Они были повышены в уровне сложности расчетные задания, но на них необходимо было дать только ответ, только вписать цифру в первый бланк ответов. Оценивалось только, правильно ли это число получил ответ, ученик ответил или нет, и это оценивалось в один балл. Но в том году уже одно из заданий повышенного уровня сложности у нас стало задание с развернутым ответом, оценивалось в два балла. Ну и вот уже в этом году у нас таких заданий два. Собственно, за счет этого и увеличилось количество заданий с развернутым ответом от ЕГЭ 2022 года. В табличке отражено, что раньше у нас таких заданий было шесть, а в этом году таких заданий семь. Это произошло за счет того, что еще одно из заданий повышенного уровня сложности, которое раньше оценивалось в один балл только по ответу, теперь необходимо написать решение, и тогда уже можно получить за него два балла. При этом задание с кратким ответом в виде числа их уменьшилось. Задание с кратким ответом в виде набора цифр, то есть это задание на соответствие, задание на множественный выбор, задание на определение изменения каких-то физических величин в описанных процессах. Их вот осталось то же самое количество, 13. Но всего теперь у нас задание будет не 32, а 30. Подробнее посмотрим, что же это за задание. Так, вот с развернутым ответом, то есть те задания, на которых необходимо дать развернутый ответ, на отдельном листе ученик должен написать их все аккуратно, будет проверяться это задание экспертам, эти задания я, то есть листы, которые сдаст ученик отдельный балл, будут проверяться экспертом, и за ним будут выставляться баллы. Итак, в том году, как я уже сказала, таких заданий было шесть, в этом году их семь. Но при этом в том году они оценивались максимум 17 баллов, можно было получить. А за задание с кратким ответом, то есть за задание первой части и 2 и 2 части, можно было получить 36 баллов. То теперь немножко у нас изменились тот вес в баллах, который вкладывает задание с развернутым ответом и задание с кратким ответом в оценку ученика. У нас теперь задание с кратким ответом оценится в 34 балла по максимуму, а задание с развернутым ответом в 20. Это в 20 баллов из 54 максимум. То есть вот, а раньше было 17 из 53. То есть заданий стало больше, оцениваться они стали, естественно, выше, и они в свой вклад больше вносят. Ну и при этом, начиная с этого года, у нас уже часть 2, это реальная часть 2, в которой есть только задание с развернутым ответом. Если раньше в части 2 были еще задания с кратким ответом, то теперь остались только задания с развернутым ответом. То есть ученик видит часть 2, он понимает, что нужно сразу уже брать отдельный лист и на нем уже решать задачи. Всего в этом году ожидается, что заданий будет 7. Из них 3 повышенного уровня сложности и 4 высокого уровня сложности. Что же это за задачи? Под номером 24 стоит сдача качественного плана. То есть там нужно объяснить какое-то явление, например, или построить график по описанной ситуации, дать объяснение чему-нибудь. То есть это задание качественного плана. Уровень сложности в ней повышен, и она оценится в 3 балла. Следующие 2 задания – это расчетные задачи повышенного уровня сложности, которые могут выпадать по всем 4 разделам. То есть это может быть механика или молекулярная физика в 25 задании, или электродинамика, или квантовая физика в 26 задании. Опять же, это в принципе ничего нового. Это те же самые задания, которые были... Ну, в смысле, такого же плана заданий по сложности, которые были в том году и за год до того. Просто теперь они оцениваются в 2 балла, из-за того, что нужно написать решение. Следующие 3 задания – это уже задания высокого уровня сложности, это расчетные задачи. Они оцениваются, каждая из них, в 3 балла. Задания номер 25, 27 – это обязательно будет молекулярная физика. Задания номер 28 и 29 – это электродинамика. То есть, например, 28-я задача, она может быть, например, по электростатике, или там электрический ток, мощность, конденсаторы. То есть электродинамика, она большая, там большой пласт задач, много тем, под тем, включая оптику. То есть 27-я задача, она может быть, например, на оптику или магнитные явления. То есть 28-я, 27-я задача – это электродинамика. И при этом, судя по спецификации, задания по квантовой физике высокого уровня сложности в следующем году мы не ждем, потому что, судя по спецификации, квантовая физика, она может быть только представлена в нескольких задачах. Первая часть с кратким ответом. И вот в задании номер 26 с развернутым ответом. Скажется, где мы в весе? Там, по-моему, стоит задание по квантовой физике на 26-м месте. Но при этом 28-я, 29-я задача, там квантовой физики не может быть, судя по спецификации этого года. А в 30-й задачи тем более, потому что со следующего года под номером 30 у нас внезапно оказалась механика. То есть та задачка, которая раньше стояла, получается, под номером 27. Не 28, а 28, наверное, в том году было. Она теперь стала под номером 30, последней, замыкающей. Она имеет высокий уровень сложности, но она теперь имеет некоторый нюанс в оценивании. То есть если раньше она оценивалась в 3 балла, то теперь она оценивается в 4 балла, благодаря тому, что немножко поменялась сама формировка задания. Соответственно, поменялись критерии, по которым это решение будет оцениваться. Мы все это подробно обсудим. Сейчас мы будем постепенно идти по всем заданиям и дойдем и до нового. Ну, она не новая, на самом деле, она-то старая. То есть задание такое было и раньше. Просто она немножко видоизменилась, критерии, и видоизменился сам ответ, который требует дать ученику, чтобы получить максимум 4 балла. Так, само задание по сложности, оно такое же, как и было раньше. То есть никаких нововведений в плане сложности не ожидается. Начнем с задания номер 24. Это первое задание в части 2. Первое задание с разумным ответом. И это качественная задача. То есть такие задачи, они предполагают решение, состоящее из ответа на вопрос и объяснения, как этот ответ был получен, с опора на изученные физические закономерности или явления. Обобщенная схема оценивания должна состоять из проверки трех элементов решения. Если сформулирован ответ правильно, неправильно, это уже оценивается как раз таки. Есть объяснение и есть прямое указание на используемые физические явления и законы. Задание номер 24 оценивается в 3 балла только при наличии верного ответа. То есть если каким-то образом есть верное рассуждение со ссылкой на физические явления и законы, но при этом каким-то образом был получен неправильный ответ, ну, если честно записан неправильный ответ, это тоже оценивается только по 2 балла. Как пример, вот задание по механике. Сейчас хочу с вами разобрать, чтобы на примере показать, за что дается, что требуется написать в ответе на 3 балла, на 2 балла и на 1 балл. Итак, задание оно по механике, как я уже говорила, и состоит в следующем, что у нас есть блок, у нас есть легкая нить перекинутая через него, по правому концу нити приложена постоянная сила F под некоторым углом, левая часть нити вертикальна, и к левой части привязан какой-то груз массы M. За свободный конец нити сила F тянут, и нужно необходимо построить график зависимости модуля силы реакции N от вот этой силы, с которой мы тянем, за свободный конец нити, и представить этот график вот в таком масштабе, в таком виде, как вот он здесь нарисован, пустой. Соответственно, в качестве ответа должен выступать рисунок, с указанием, должен выступать рисунок, то есть график, в зависимости силы реакции опоры от силы F, ну и кроме того, прямо в условии прописывается, что нужно сделать рисунок с указанием сил, приложенных к телу. Дальше мне приведено возможное решение такой задачки, то есть рассуждение о том, что пока сила, с которой мы тянем груз, она мала, то есть груз покоится, на груз при этом действует сила тяжести, сила реакции опоры со стороны стола N и сила натяжения нити. Соответственно, записав второй закон Ньютона, ну тут у меня же записано прямо сразу в проекциях на ось Y, мы можем найти выражение, по которым, выражение, которое показывает, как сила реакции опоры N зависит от силы, с которой мы тянем вот этот свободный конец нити F. Зная это выражение, мы можем, соответственно, начать строить наш график. В начальном момент времени, когда сила F была равна нулю, у нас сила реакции опоры была 4, а в какой-то момент, когда у нас сила F была равна 4, сила реакции опоры стала равна нулю, то есть наш груз стал подниматься относительно стола, то есть он оторвался от стола и стал подниматься. В этот момент сила реакции опоры станет равна нулю, а с увеличением силы тело оторвется с стола и тем более сила реакции опоры будет все еще равна нулю. То есть у нас получится вот такой вот график. Сначала от 0 до 4 ньютонов сила реакции опоры уменьшается, а потом от 4 ньютонов на 10 ньютонов, когда она в задании, она равна 0. Приведенное учеником решение оценится в 3 балла, если оно полное, правильное, включает в себя правильный ответ, в данном случае правильный рисунок, правильно построенный график и исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием о наблюдаемых явлениях законов. То есть записан в данном случае второй закон ньютона и сформулировано условие отрыва груза от стола. То есть в тот момент, когда сила F будет равняться равновеси с mg, значит у нас груз оторвется от стола и сила реакции опоры станет равна 0. В 2 балла оценивалось решение, если в объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, свойство определения, которое предполагается нужно использовать в решении этой задачи. То есть неправильно сформулирован или условие отрыва от стола, или неправильно записан второй закон ньютона. Кроме того, 2 балла получает ученик, если указаны все явления и законы, но в них содержится один логический недочет. Если имеются лишние записи, не входящие в решение, причем эти лишние записи не зачеркнуты и никак не отделены от верного решения, то это тоже снижает балл. И если имеется неточность в указании на одно из физических явлений, свойство определения законных формул, которые используются. И оценивается в 1 балл. Если официальное решение, которое удовлетворяет только одному из следующих случаев, то есть дан или правильный ответ на вопрос задания, приведено объяснение, в котором не указаны два явления и физических закона. То есть дан рисунок, но никак он не объясняется. Это оценивается в 1 балл. Если имеющие рассуждения направлены на получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца, то есть они в верном направлении, но не доделаны, получат неправильный ответ. Если имеющиеся рассуждения, правильный ответ содержит ошибки и тоже ценится в 1 балл. Или если имеются верные рассуждения направлены на решение задач, но указаны не все необходимые для решения явления и закона. То есть какое-то решение есть, но правильный ответ на не привело, но хотя бы какой-то один из необходимых законов в ответе ученик указал. Это уже оценивается в 1 балл. Наталья Михайловна, при решении задачи на динамику не надо записывать уравнение динамики в векторной форме. В принципе, если ученик не записывает уравнение ньютона в векторной форме, но при этом правильно записывает его в проекциях на оси, с которыми он работает, то в принципе такие работы оцениваются. Если все правильно, остальное все правильно, правильный ответ оценивается по максимуму экспертам. У меня дальше будут примеры работ детей и их оценивания. Там будут в том числе и такие примеры, когда задача на динамику, закон ньютона в проекции на оси записан, а вот в векторной форме нет. Это тоже экспертов удовлетворили. Ой, курсор с текстом, я не вижу. Прошу прощения, убрала. Теперь давайте посмотрим некоторые примеры решения. Тут тоже задача не на динамику, а на молекулярную физику. Тоже качественная задача, в которой нам дан график зависимости давления массы, неизменной массы от его плотности. Нужно описать, как изменяются в зависимости от плотности температура и объема газа в процессах 1, 2 и 2, 3. Это задание у нас так звучит. И дан, собственно, график зависимости давления от плотности. На одном отрезке у нас линейная зависимость, а на участке 2, 3 у нас давление остается постоянным. При этом плотность растет. Вот здесь я привела пример решения на 3 балла. Это официальные примеры решения учеников, которые приведены на сайте FIPI. Вот мне там внизу написано. Откуда именно? В методических материалах для представителей и членов комиссии по проверке и выполнению заданий с разумным ответом инстанционных работ. Ну, это вот в ЕГЭ 2021 года. То есть на сайте FIPI можно, если вам это интересно, можно зайти, скачать такой документ за этот год, за прошлый год, и посмотреть работу детей и их оценивание. Итак, вот в этой задаче ученик получил 3 балла за вот такое решение. Он рассмотрел отдельно каждый из участков, отдельный участок 1, 2, отдельный участок 2, 3 и провел верные логические рассуждения. Он учел взаимосвязи в выражении, связывающем между собой давление и плотность, которое следует из уравнения Менделеева-Клапирона. Вот здесь записано. И из него получил, что давление к плотности – это равно отношению RT на μ. Так как на участке 1, 2 – это у нас константа, как он пишет, то, значит, если и R – константа газово-постоянная, и μ – константа, то, значит, и T – тоже константа. То есть на участке 1, 2 температура газа не меняется. Значит, процесс дезотермический, значит, T – константа, а объем уменьшается. Это он рассмотрел первый участок нашего графика, а потом перешел к рассмотрению второго участка. Участок 2, 3 – он изоборический, так как V – константа, значит, отношение V – T – тоже константа, проводит логические выяснения, и получается, что на этом участке температура газа уменьшается и объем уменьшается. Он получил правильный ответ, отдельно его выделил, он провел правильное рассуждение. Ссылками на физические законы, которые могли получить правильный ответ, за это он получает 3 балла. При этом хочу обратить ваше внимание, что вот эту вот формулу, ее можно легко получить и с сравнениями Дилеева и Клапирона, но здесь ученик прямо написал ее сходу, и он имеет на это право, потому что эта формула дана вот прямо в таком виде, в кодификаторе, так как при решении задачи с развернутым ответом ученик может пользоваться только теми формулами, которые даны в кодификаторе. Ну, то есть написать с нуля, он может только те формулы, которые даны в кодификаторе. То, вот написав такую формулу здесь, он все сделал верно, он… это не ошибка. Вот если бы в таком виде формулы из кодификатора не было, и он бы сам ее не вывел прямо здесь, из сравнениями Дилеева и Клапирона, то есть не записав там, что ПВ равняется МРТ деленное на мю, не поделил ее потом на В, получив в правой части плотность, а просто так бы ее записал, он бы уже уменьшил свою оценку, скорее всего, потому что вот если бы этой формулы не было в кодификаторе. Но так как она есть, он все сделал правильно, он за это решение получил 3 балла. То есть просто обращаю внимание, что при записи с развернутым ответом, записи их решения, детям, выпускникам позволено пользоваться только этими формулами, которые даны в кодификаторе. Остальные формулы они должны уметь выводить из-за тех формул, которые есть в кодификаторе. То есть в кодификаторе мы имеем черпывающий список формул без исключений. Я бы так не сказала, то есть наверняка там есть формулы, которые дети хотели бы там видеть, но в явном виде они там не записаны. То есть, например, вот в динамике раздел «Бросок горизонту». Иногда при завершении задачи на «Бросок горизонту» хотелось бы ребенку, вот выучил он дальность полета этого тела, брошенного под углом горизонту. Так она зависит от начальной скорости, от угла. Вот он хотел бы получить эту формулу, написать ее сразу в решение и получить правильный ответ, и получить за это там 3 балла, 2 балла. Здесь сейчас это будет какая-то задача. Но он так не может сделать, потому что в разделе «Бросок под углом горизонту» в кодификаторе есть только формулы, показывающие, как меняется зависимость координаты х от времени, координаты у от времени, как меняется скорость, горизонтальная и вертикальная составляющая, потому что вертикальная составляющая меняется, а горизонтальная нет. Вот эти основные формулы есть, но если вдруг для решения понадобится найти дальность полета какого-то тела, брошенного под углом горизонту, то ученику придется самому эту формулу вывести. То есть учесть, сколько там время полета этой, камни, стрелы, учесть, что у нас горизонтальная составляющая не меняется, вы можете получить, собственно, эту формулу. Записать он ее с нуля не может, потому что в кодификаторе ее нет. То есть, может быть, детям хотелось бы там видеть больше формул, чтобы их заучить и просто уметь их сразу по памяти писать. Но формулы там даны не все. Но вот та, о которой я говорила раньше, в зависимости от отношения давления от плотности, она там есть. А если он так сделает и прокомментирует по-русски, как он эту формулу получил? Это вы про динамику? Это вы имеете в виду про образцовый горизонт? Мой пример или вот про вот это? В любом случае, если он запишет здесь уравнение медилевого... Представьте, если бы этой формулы не было в кодификаторе, он бы должен был написать уравнение медилевого Клаперона, ПВ равняется МРТ деленное на мю. Он написает, что если мы поделим на объем, то у нас в одной части останется давление, в другой части плотности. Вот у нас есть формула П равняется РО РТ деленное на мю. Если мы говорим про то, как я пример давала про образцовый горизонт, там уже на словах не выведешь формулу о том, как зависит дальность полета или высота полета из известных формул. Там уже надо подставлять, находить и понимать о том, к чему эти формулы, которые приводят к кодификатору, приводят. То есть там, например, дана формула, как меняется вертикальная составляющая скорости с течением времени. Соответственно, ученик должен понимать, что в момент наивысшего подъема эта вертикальная составляющая скорости равна нулю, значит, мы там можем подставить, переравнять нулю и найти время, за которое этот камень наш, брошенный под углом горизонта, поднимется на эту высоту и так далее. То есть нужно уметь с ними работать, если вот такая задачка упадется. То есть просто написать сходу этого нельзя. Вера Николаевна, те формулы, которые есть в кодификаторе, дети можно не выводить. Да, те формулы, которые есть в кодификаторе, при решении задачи с разным ответом, дети можно не выводить и можно пользоваться вот в том виде, в котором они написаны. Вот как показано в примере вот этой формулы. Она в кодификаторе есть. Те формулы, которые в кодификаторе нет, но ребенок их знает, он, конечно, может их написать, вот прям сходу, но за это он может получить минус 1 балл, потому что не будет хватать основной формулы, по которой он задачу решал. Задачку решил, там успешно, то есть те формулы, которые в кодификаторе можно не выводить, можно их заучить, но лучше понимать, конечно. Следующее решение, это уже решение на 2 балла, на 2 балла, но потому что вот как раз-таки тут нету той самой формулы или выведения этой формулы, то есть нету, не указано, как будет зависеть давление от плотности. Тут вот ученик начал писать уравнение медилевого папирона, зачеркнул и начал просто делать ему заключение из того, что давление увеличивается, и ро увеличивается, значит, ему кажется, что V уменьшается, значит, T константа. А это одно из другого так прямо не вытекает, поэтому за свои логические изыски он вот в первой части, 1, 2, он получает, хоть он получил и верный ответ, что давление уменьшается, T константа, но так как он его получил без опоры на основные формулы и законы, который нужно было использовать, то есть, вруне медилевого папирона привести к тому виду, чтобы было явно видно, как зависит давление от плотности, и уже оттуда делать напрямую логически верные выводы о том, что там T константа, V уменьшается. У него этого нет, поэтому он получает 2 балла вот за вот эту часть, то, что здесь допущена неточность, хотя ответ верный, и вот эта вторая часть, ну, она тоже сделана верно, вот ответ тоже верный в второй части. Но это решение уже на 2 балла. Дальше идет пример решения на 1 балл, то есть тоже есть объяснение, есть ответ, но ответ неверный. Вот, по отношению на участка 1-2, у него V константа, а T увеличится, должно быть, что T константа, V уменьшается, то есть ответ неверный наполовину. Тут тоже не все верно, поэтому такое решение получило только 1 балл. Ну, естественно, 0 баллов получило решение, когда все неверно. Ну, ответ тут в явном виде не записан, но и в объяснении этого ответа, в том, как тут проводится, ребенок размышляет на тему того, что происходит на этих участках, тут много ошибок, поэтому это решение на 0 баллов, и тут ответа верного тоже нет. Следующее задание после качественного – это задание 25-26. Сейчас, Галина Петровна, да, запись вебинара будет в записи. Да, да, запись вебинара будет доступна, потом на нашем сайте будет ссылка. Вы можете посмотреть записи, там же можно будет скачать презентацию. Итак, задание 25-26 – это задание повышенного уровня сложности. В них, посреди них тоже, в принципе, ничего нового не будет. Это механика или молекулярка, или электродинамика, или квантофизика. Повышенный уровень сложности оценивается в 2 балла. Впервые задачи повышенного уровня сложности, которые оцениваются в 2 балла, мы столкнулись в том году. И вот начиная с этого года, такие задачи уже две. То есть это те задачи, которые раньше оценивались в 1 балл и только по ответу. Ну, в принципе, оценивание их в 2 балла, оно справедливее, потому что в тот же 1 балл оценивалось задание базового уровня сложности, но оно заметно легче, чем вот та задачка, которая стоит на месте 25-26 задачки. Поэтому такое оценивание, оно более справедливое. Итак, за что же дает 2 балла? То есть максимум тут это 2 балла. Разберем тоже на примере одной задачки. Так вот получилось, что у меня тут тоже динамика. Итак, у нас есть брусок, который движется поступательно по горизонтальной плоскости, под действием постоянной силы направленной под углом к горизонту. Вот это сила F. Коэффициент трения между брусков и плоскостью известен. Модуль силы трения между брусков и плоскостью тоже известен. Чему равен модуль силы F? Это задание 25. Оно стоит во второй части, и ученику необходимо написать на него подробное решение на отдельной бланке. Вот возможное решение. У меня вот в таком виде сделан рисунок. Тут как бы требование сделать рисунок с указанием всех сил действующих на тело нету, но задание по динамике, поэтому гораздо проще работать. Когда есть рисунок, сделан рисунок, выбраны оси, записан второй закон Ньютона. Вот здесь, наверное, сила трения написана, плохо видно. А это МЖ. То есть сила реакции опоры плюс F плюс сила трения плюс МЖ равняется МА. Тут просто налез немножко текст. Проекция на ось Y, то есть на вертикальную ось. Остается только N плюс F синус альфа минус МЖ равно нулю. Откуда мы можем найти силу реакции опоры N. Учесть, что сила трения – это мю умножить на N. И, соответственно, из этого уже получены последние формулы. Учитывая, что у нас есть и сила трения, и мю, и МЖ, и даже альфа, мы можем найти, чему равно F. Получить формулу, сделав вычисление, и получить ответ 12 Ньютонов. Это вот возможное решение задачки. Теперь смотрим, за что отдаётся 2 балла. Если данная задача не требует рисунок, но ученик, пришедший к выводам в формулу, будут ли снижать баллы? Смотрите. В принципе, можно, наверное, как-то описать в данном случае словами, что у нас есть сила трения, направленная в одну сторону, есть сила F, направленная в другую сторону, там есть угол, поэтому можем так вот написать проекции в таком виде. Ну, в принципе, так как требование, именно вот здесь задача требования, например, сделать рисунок с указанием в силу метод, то за это, если такого рисунка не будет, за это снижать оценку не будут. Но при этом, например, в решении не должно быть никаких новых буквенных обозначений. Ну, а в данном случае, в принципе, тут они есть прям в условии, что M равняется, альфа равняется, сила трения равняется. Но, опять же, когда есть рисунок, у нас видно, куда направлена ось O и Y, у нас видно F сила трения, у нас видно, как куда направлены все эти силы. С рисунком, как мы все понимаем, проще гораздо, но, в принципе, учитывая, что это задача на два балла, учитывая, что вот прямо вот здесь вот в тексте нет требований этого рисунка предъявить, то за это снижать оценки не должны. Я тут пропустила ответ, я секундочку вернусь. Валентина Александровна, словесное пояснение писать обязательно, запишем, учтем. Нет, не обязательно, это как бы мое решение, которое я писала для презентации. Дальше у нас будут работы детей, там уже мы увидим, что оценивается, как оценивается, и там вот это запишем, учтем, запишем проекции. Дети не пишут и, в принципе, эксперты не требуют, по крайней мере, пока. То есть я тут... А, вопрос еще один. Светлана Викторовна, подставлять цифры в формулу обязательно или сразу можно ответ? Нет, лучше все-таки подставить. А вот размерности, в принципе, можно не писать. Сейчас я вернусь. Вот, то есть, вот эта часть, она все-таки необходима. Написать цифры, пишем. Размерности, в принципе, в формуле можем не писать. Такого требования нет, чтобы размерности писать. Можем написать, вот как у меня написано, равняется 12 ньютонов. Можем написать 0,2 умножить на 2 килограмма умножить на 10 метров секунды в квадрате минус 2,8 ньютонов, деленное на... Ну, тут безразмерная величина. То есть из-за того, что не написано размерности, минусов работы не будет считаться. Сейчас, секундочку, я вот верну так. Размерность ответила. Про размерность ответила. Можно написать вот эту формулу, тире второй закон ньютона. Это можно. Можно, можно, даже, как мы дальше видим, написать сразу эту формулу. Подразумеваю, что это второй закон ньютона в проекции на ось О-У. То есть вот всякие литературные обороты отсюда учтем, выразим. Это все не требуется для получения максимального балла. Вот это не требуется. Главное, чтобы были написаны вот именно в данном задаче два пункта. Это вот закон ньютона в векторной форме. Я понимаю, здесь МЖ, а здесь сила трения. Просто не видно. И вот эта вот формула сила трения равняется мю умножить на n. Это вот два выражения, которые должны быть в решении. И если они там есть и все правильно выражено, подставлено, подставлены все цифры и получен правильный ответ, то это оценивается в два балла. Сейчас примерами будем. Если в ответе ученик забыл указать единицы, вот это уже плохо, потому что там отдельным пунктом в критериях указано, что ответ должен быть в единицах измерения правильных. То есть мало ли, может быть, он там миллиньютон решил посчитать. Или ответ нужно в миллиньютонах, он его написал, а не написался, потому что это за единица измерения. То есть вот в этом месте и в ответе должны быть цифра и размерность. Потому что ответа у нас не 12, а 12 ньютонов именно. Но вот по подстановке единицы измерения можно не писать. Лучше, конечно, писать, но можно тут не писать. Так, скобки ставить. Тут вроде нет такой необходимости скобки ставить. Тут у нас наверху одно выражение, которое без скобок тоже понятно. Да, Ольга Ивановна, если не будут поставить цифры, это сразу минус. А если в системе C все единицы измерения, то можно их сюда не вставлять. Потому что мы работаем в системе C, то есть есть где-то дано, где написано, что m равняется 0,2 кг, mu равняется 0,2, сезрение 2,8 ньютона, если бы там были миллиньютоны переведены в ньютоны. То есть все это подразумевается, что все это ученик уже сделал, все это перевел в систему C, и тогда в окончательную формулу, которую он тоже получил, уже можно именно 11 в минимуме вставлять, на цифры вставить обязательно, написать ответ обязательно, и в ответе указать единицы, в которых он этот ответ получил, тоже обязательно. Обязательно ли писать краткое условие решения задачи? Дано, очень желательно. Требуется липонная запись решения задачи, то есть условие перевод системной единицы, решение и ответ? Да, то есть должно включать, это у меня тут только решение, еще есть дано и ответ. В дано можно сразу писать в единицах C, можно писать, было бы тут 2 грамма, например, 2 грамма равняется 2 на 10 минус 3 килограмма, потому что вот мы здесь их не подставляем, поэтому должно быть где-то прописано, и нам самим уже будет легче, ну, в смысле, выпускнику, ученику, когда он будет знать, что вот в этой формуле там M, значит, где-то здесь она прописана, чему она равняется в системе C, поэтому сюда уже единицы измерений не подставляем, просто цифры. Так, промежуточный итог. Мария Борисовна предлагает промежуточный итог. Кодификатор, там все формулы, которые можно описать без вывода, да, и там же, соответственно, те единицы измерения, не единицы измерения, прошу прощения, обозначения физических величин, которые стандартные, которые тоже можно, если вы вводите, ну, ребенок вводит решение, можно не пояснять, что он ими обозначит. То есть если у него появляется в решении А, и это работа, то это работа в кодификаторе, у него там какая-то формула, внезапно появляется А равняется там F умножить на S, значит, это понятно, что это работа. Но если вдруг он ввел какую-то там другую единицу измерения, у него теперь не S, а L, какой-то путь, который прошел что-то, на образ опыт, мы его тянем и ищем работу, то уже нужно написать, что такое L, и уже потом ее используют. Но те физические величины, которые есть в кодификаторе и имеют стандартное значение, можно вводить в решение, не описывая, что подразумеваете. И формулы, которые есть в кодификаторе, тоже можно написать без вывода. Так, дальше. Внешний вид решения о оформлении величина непостоянная, размерность можно не писать, но в ответе должны быть единицы измерения. Да, правильно. Размерность можно не писать в вычислении формулы, когда мы подставляем формулу цифры, мы размерность можем не писать, но в ответе нужна размерность. Да, это же физика. И, естественно, мы все вот эти цифры подставляем системе C, но это очевидно. Так, возвращаемся к критериям оценивания. Может быть, еще раз повторю. Повторю, два балла дается, если записаны положения теории, физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи. То есть, как я уже говорила, это в данном случае второй закон Ньютона в векторной форме или в проекции на ось Y, с которой мы, собственно, работаем. Проекция на ось X нам не пригодилась. И записана формула для силы трения скольжения. То есть, сила трения скольжения равняется мимо умноженное на N. Если описаны все вновь поднимые в решении буквально обозначения, все эти величины. Вот в том решении их не было, поэтому они нигде не вводились. Проведены необходимые математические преобразования расчеты, приводящие к правильному числовому ответу. Вот как я уже... Мы обращали внимание на то, что цифры нужно подставить, из этих цифр посчитать и получить ответ. При этом допускается решение по частям. И представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины. Эти вот все... При выполнении всех вот этих вот раз, два, три, четыре пункта ребенок получает два балла. Как видите, пункт на том, что уже был рисунок, о чем мы говорили, тут нету... За это баллы не снизят, если рисунка нет. А вот если он неправильный снизит... Сейчас мы дальше посмотрим. Итак, вот решение на два балла. Как вы видите, здесь никаких... Ну, дано решение и ответ. Это есть. Но нету никаких запишек второй закон Ньютона. Вычислим. Подставим из первого во второе. Здесь нету. Что есть? Есть формула первая. Необходимость всего тренера равняться умноженное на n. Есть вторая необходимая формула. Закон Ньютона, записанный в векторной форме. Записано, как будет выглядеть второй закон Ньютона в проекциях на две оси x, y. Сделан правильный рисунок, на котором отмечены все силы. И проведены преобразования, вычисления, подставлены цифры. И получен правильный ответ. Силы равняются 12 Ньютонов. Евгения Валерьевна. Как узнать, какие формулы включены в кодификатор? Для этого можно зайти на сайт FIPI. Там в разделе EG2022 есть измерительные материалы. Архив, который можно скачать. Внутри вы найдете кодификатор, в котором будут, собственно, все формулы по всем разделам физики, знания которых появляются на EG. Там же будет демоверсия и спецификатор, в котором, спецификация, в которой описывается, какие именно задачи, какого типа там соответствуют первому, второму, третьему, двадцать пятому заданию. То есть все это на сайте FIPI можно скачать. Следующее решение, которое тоже оценивается в дообала. Вот, представлено на слайде. Опять же, есть дано, решение, ответ с единицами измерения. Вот есть первая формула, но в таком виде. n равняется сел 3 деленное на мю. Есть второй такой закон Ньютона уже в проекции на вертикальную ось. Правильно записан. Правильно выражена, ну, из вот этих двух формул получена окончательная формула mg минус n деленное на синус альфа. И, соответственно, получен верный ответ. Вот 12 Ньютонов, ну, и правильный рисунок. То есть, опять же, у нас все, что необходимо, ученик нарисовал. Дано, решение, ответ, рисунок. Тут единиц измерения нет, это у него все в системе Си. Есть единиц измерения в ответе и есть две необходимые формулы, которые необходимы, собственно, для решения задачи. Зависимая сила трения от силы реакции опоры и второй закон Ньютона. Это тоже два балла. Теперь за что же снимают баллы? Итак, первый вариант. Наталья Николаевна, так осей нет. Ну, собственно, да, осей здесь нет. Мне это тоже несколько смутило о том, что осей нет, а вот второй закон Ньютона в проекции на ось Y записан. Но эксперт оценил в два балла. Я повторяю, это реальная работа, которая приводится в документах на сайте FIPI просто по результатам ЕГЭ. Вот. И эта работа оценится в два балла. Может быть, это связано еще с тем, что все-таки это повышенный уровень сложности, это оценивается в два балла. Может быть, если это был бы высокий уровень сложности и уже отсутствие осей считалось бы какой-то ошибкой более грубой. Но вот именно вот в этом примере, который, опять же, приведен на сайте FIPI, такая работа оценится в два балла. То есть, в принципе, вот эти две необходимые формулы, они здесь даны. Но вот как вот эта вторая формула получена, на самом деле не очень понятно объясняется. Ну, Мария Борисовна, может быть, может быть, устала и не заметила. Ну, как бы не вот такое вот решение. А в основном решение верное. То есть, вот само это выражение, но верно. Не совсем понятно, как оно получено, но оно верное. Следок. Один балл получает ребенок, если записи, соответствующие вновь вводимым в решении буквальным обозначением, представлены не в полном объеме или отсутствуют. То есть, имеется в виду, что если бы я вдруг в решении придумала бы какое-нибудь новое обозначение, зачем-то вот этот угол бы это вела бы. Начала бы здесь писать, а не пояснив на рисунке, где он находится, то это была бы уже ошибка. Если в решении имеются лишние записи, не входящие в решение, которые не отделены от решения, не зачеркнуты, это тоже считается ошибкой. В необходимых преобразованиях, в вычислениях допущены ошибки. Это самое обидное, когда получена верная формула, но уже когда подставляются цифры, какая-то ошибка закрадывается, теряется один балл. Абсутствует ответ или в нем допущена ошибка. То есть, как вы видите, здесь про оси и проекции не написано. Ладно, смотрим пример. Вот, решение на один балл, оно приведено здесь. И вот тут как раз-таки, видите, здесь тоже оси нет, но здесь более существенная ошибка. То есть, оси здесь не так важны, как то, что на этом рисунке нет силы трения. И, в принципе, у ребенка ее нигде нет, так как у него нет второго закона Ньютона в векторной форме, а только, опять же, второй закон Ньютона написан, подразумевается на ось, на вертикальную ось Y написано вот в таком виде, и сила трения не указана на рисунке, то это уже считается ошибкой. Вот, так как рисунка как бы нет требования написать рисунка, то, в принципе, рисунок мог быть отнесен к лишним записям неправильным, которые не зачеркнуты, но неправильные. И несмотря на то, что правильный ответ, несмотря на то, что правильная формула получена, ну, из-за того, что непонятно откуда взялась, взялась вот тут вот сила трения есть, а здесь ее нету, то за это уже снялся один балл. То есть, если нет, вот в данном примере получается, что ненарисованные именно оси на рисунке, они не так важны, важны, учитывая, что правильно получены проекции, вот, но если ненарисована же сила трения, то это уже ошибка. Так, а проекция на кейосе Натальи Николаевны, вы имеете в виду, ну, вот в этом решении, в этом решении имеется в виду, что, в смысле, а вот второй законник, он нарисован здесь на вертикальную ось, ну, да, здесь вот именно сами оси, они не нарисованы. Может быть, как это стандартные х по направлению движения y перпендикулярно к ним, это не посчитали существенной какой-то ошибкой, чтобы снижать в правильном решении вот отнимать один балл. Видимо, решили, что, так как записано в проекциях все верно, ну, оставили два балла. Так, вопрос Наталья Владимировна. В килограмм можете записывать, я думаю, ничего страшного будет, если килограмм будет записано с G-строчной. Так, это мы посмотрели уже на один балл. И теперь решение на ноль баллов. Ну, естественно, это решение, в котором допущены несколько ошибок. То есть, во-первых, рисунок, на нем других сил вообще нет, он просто перерисован рисунок из вопроса, это как бы не так, чтобы ошибка. Но тут еще неправильный ответ получен, непонятная вот сила трения или F имеется в виду. По-моему, ребенок, видимо, сам запутался, потому что у него в одной формуле две F. Неправильный ответ, неправильный рисунок, он, соответственно, получает ноль баллов. И, а, еще хотела, еще один пример небольшой, по поводу того, что вот наши задачки, которые повышены на сложности, которые оценивают, раньше оценивались в один балл, а теперь оцениваются в два балла. Благодаря этому теперь, соответственно, дети могут получить хотя бы один балл, если у них верное решение. То есть, например, такая вот задачка в калориметре находится в тепловом равновесии вода и лед. После опускания в калориметр болта, имеющего массу 165 грамм и температура минус 40, 20% воды превратилась в лед. Теплоэмкость материала там известна. Какая масса воды предначально находилась в калориметре тела, при теплоэмкостью калориметра принято речь. Ну, вот тут приведено маленькое, небольшое, примерное решение, где сначала ищется тепло, потребовавшего нагревания, потом, которое потребовалось для превращения какой-то части воды в лед, записано вождение теплового баланса, полученный ответ. Вот, но я тут привела именно такое решение, потому что это решение, задачка и из аналитических материалов потом указывается, что вот правильное решение, 50 грамм и верные все формулы, то есть верно записана вот эта вот формула для нагревания болта. Вот эта формула справились с 13% учеников, которым она попалась. Они получили 2 балла. Но при этом 7% выпускников, они не смогли получить 2 балла, они получили 1 балл. В основном потому, что они не смогли, забыли, перепутали, запутались и вот эти вот забыли про 20%. Ну, еще какие-то были ошибки. То есть смысл в том, что 7% выпускников получили 1 балл, даже несмотря на то, что они неправильно задачку решили, но правильно записали основные какие-то ее пункты. Вот. И именно благодаря тому, что эта задача, начиная с того года, с ЕГЭ-2020, значит, она попала уже в повышенный в знание с родным ответом, там, где уже оценивается именно решение, то эти 7% детей получили 1 балл. Если бы эта задача попалась бы в то время, когда эта задача оценивалась только в 1 балл, только по ответу, то они бы уже ничего не получили. Вот. А тут хотя бы 1 балл они получили за то, что вот решение не был верный, но не доведено до верного ответа. Вопрос. Сейчас, секундочку. Евгений Сергеевич, где указываем точку приложения силы зрения, будет ли считаться ошибка, если указать действие силы зрения от центра тела? Нет, ошибка эта не будет считаться. Ну, можем от центра тела, в принципе, можем внизу по поверхности, по которой движется наше тело. Так, теперь переходим к заданию 27-30. Это вот высокий уровень сложности, задачка. Первые 3 оцениваются в 3 балла, последние оцениваются в 4. Задания 27, 28, 29, они, в принципе, такого же плана и критерий оценивания, и сами задачки, как были и в том году, и позапрошлом году. То есть, задачки те же самые, критерии оценивания те же самые, поэтому сейчас я одну задачку мы с вами рассмотрим, работа детей, оценки их работ, и потом перейдем уже к 30-й задаче. То есть, отдельно на каждой из этих 27, 28, я не знаю, что я не буду, а вот по поводу 30-й задачки мы же поговорим отдельно. Итак, полное правильное решение этих задач должно содержать законы и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, также математические преобразования, расчеты с численными ответами и при необходимости рисунок поясняющие решения. То есть, вот все то же самое относилось и к 25-26-й задаче повышенного уровня сложности. Просто те задачи были полегче, там было меньше формул, которые нужно указать, знать, а эти задачи, они просто высокого уровня сложности, и это обо всем говорит. В качестве примера давайте рассмотрим решение задачи по оптике, потому что оптики у меня тут еще не было, в примерах. Елена Григорьевна, как округлять ответы? Ну, смотрите, округлять ответы нужно до тех значащих цифр, которые даны в условиях. Это в принципе. Если наоборот ученик будет округлять ответы как бы с большей точности, то эта ошибка не будет. То есть, если, например, у меня вот в этой задаче у нас, видите, все дано в целых числах, а ученик получит ответом не 25, а 25,4, то эта ошибка не будет. А если у меня здесь было бы, например, там 10,5, там 40,8, и тут, соответственно, тоже лучше было бы написать там 25, ну, если это не целый ответ, конечно же, если это какой-то там дробь, то 100 числа до значащих цифр, которые есть в самом задании. Точнее, можно. Грубее округлять не надо. Так, вроде все вопросы. Теперь давайте посмотрим задачку. Так, все вопросы, все. Задачка. Стандартная задачка по оптике для третьей части. У нас есть тонкая палочка АВ длиной 10 сантиметров, расположена параллельно галландооптической оси. Есть собирающая линза на расстоянии А, А, это высота между высота над главной оптической осью, над которой находится наша палочка. Конец палочки располагается на расстоянии 40 сантиметров от линзы. Постройте изображение палочки и определите его длину. Фокус на расстоянии линзы тоже известен. Я выбрала эту задачу еще в том числе потому, что здесь именно в завсовом условии в задании прописано, что нужно построить изображение палочки. Это тоже влияет на критерии. То есть, если нет изображения, то это уже минус 1 балл. Итак, ой, возможно, решение у меня почему-то формулы слетели. Вот рисунок вы можете посмотреть. Как он строится, я думаю, всем понятно. То есть, проводим. Лучи через центр, иначе через фокусное расстояние и находим, собственно, как будет выглядеть изображение линзы А' Б'. Вот само решение почему-то потерялось где-то в процессе преобразования презентации, видимо. Но, да, в презентации, которая будет выложена, мы это поправим, а пока мы там дальше будем смотреть примеры решений работ. То есть, в принципе, мое решение, оно не так важно. Итак, три балла дается в этом задании, если записаны положения, теоретические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи. То есть, записаны формулы тонкой линзы и выражения для длины изображения. Это формула, которая связывает увеличение H большой и H маленький предмет и его изображения в линзе размера. Также для получения трех баллов нужно сделать правильный рисунок с указания хода луча. Видите, это прописано прямо в критерии оценивания, потому что это прописано прямо в условии. Если бы у нас задачка была бы, ну, даже, например, про линзы, но не было бы прописано построить изображение палочки, ой, ну да, в линзе, то в критерии этого пункта бы не было. Так, еще для трех баллов нужно описать все вновь вводимые в решении буквы на обозначение физических величин. Нужно представить необходимые математические преобразования и расчеты, подставить подстановку числовых данных в конечную формулу, приводящую к правильному числовому ответу. Можно решать по частям. И представлен правильный ответ с указанием единицы в менее низкомой величины. Да, Магомед Армазанович, я в своем поле согласна, что задачка для детей трудная. И построение в линзах оно дается не всем, ну, точнее, как основой. Вот самые простые случаи, когда у нас есть такой предмет расположен параллельно линзе, то основные не справляются, а вот когда уже такая вот более сложная конструкция, то многие даже не могут построить и изображение в линзе. Не грязь в том, чтобы посчитать. Татьяна Павловна, будет ли система линз? Ну, систему линз я давно не видела в заданиях на ЕГЭ, ну, в высокой части высокого уровня задания. То есть, ну, будет ли она в этом году? Может быть, что-то новенькое будет? Я же не знаю, к сожалению. Итак, и последний пункт, что представлен правильный ответ с указанием единицы измерения низкому величины. В качестве исходных принимаются формулы, указанные в кодификаторе, стандартными считается обозначение визитных величин, принятые в кодификаторе. Но об этом мы тоже с вами говорили уже. Вот. И так, на рисунке представлено решение на 3 балла. Что здесь сделано? Здесь построено дано есть, есть ответ. Просто само решение. Здесь построено верное изображение линзы в предмете. Здесь есть формула тонкой линзы. Здесь есть зависимость между изображением предметом и размером самого предмета. Здесь проведены верные вычисления и приведено все к вернему ответу от 0,25 метров. Все это вывело к 3-балльному оцениванию этой работы. Теперь 2 балла. 2 балла у нас получается, если есть записи соответствующие вновь вводимое решение буквенным обозначением специально не в полном объеме или отсутствуют. То есть имеется в виду, что вот здесь у нас появляется вот, например, на рисунке у меня отмечено h или вот отмечено q или там h' и если бы это не было вот l, например, h все-таки это какое-то стандартное обозначение изображения увеличенного в линзе. Вот, а тут еще есть l. Вот, если бы не было бы рисунка, где было бы или отражено, а это l есть в дано, тоже плохой пример. Хорошо. В общем, если бы был бы общий случай, я ввожу какую-то букву, которая обозначает только мне какую-то известную величину, не отражая эту величину на рисунке, то есть не h, который на рисунке, но при этом начинает смотреть в формулах, то это уже считается ошибкой. Ну, вот в данном случае у нас все описано или в дано, или помечено на рисунке. Вот h, например, его нет в дано, но оно есть на рисунке, и мы можем им пользоваться. h2 тоже появляется только на рисунке, но мы можем им пользоваться. То есть все обозначения, которые здесь есть, они дублируются на рисунке. Ну, собственно, это оценится 3 балла. 2 балла это бы оценилось, если бы это было не так. Кроме того, если допущены ошибки при построении в нашем построении изображения в линзе, если в решении имеются лишние записи, не входящие в решение, которые не отделены от решения зачеркнута, если допущены ошибки в математических преобразованиях, или отсутствует ответ, или в нем допущена ошибка, в том числе в записи единицы измерения. Это то, о чем мы с вами говорили, о том, что единица измерения в ответе записывать надо, и цифры подставлять в формулу надо. И вот такое вот решение наценится в 2 балла. Хотя, смотрите, здесь у нас есть тоже дано. У нас есть правильный рисунок. Вот А, Б, вот А, Штрик, Б, Штрик, то есть рисунок правильный. Здесь есть вот формула линзы. Здесь есть отношение вот А, 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 большую, к А, маленькому. Отношение изображения, размеров изображения к размеру самым предметом. Здесь даже вот получены правильные преобразования, но здесь запущена ошибка именно в решении, уже в цифрах, потому что, если это плохо видно, но вот здесь вот у него был плюс, а здесь у него уже минус. Из-за этого получен был неправильный ответ, и, соответственно, за это сняли оценку ученика, он получил только 2 балла. Это у нас получается пункт тот, в котором указано, что превратены математические вычисления, но у них допущена ошибка. Один балл дается, если у нас произошло хотя бы одно из следующих описанных случаев, то есть у нас представлено только положение формулы в эрографические законы без каких-либо преобразований, направленных на решение задачи. Если у нас отсутствует одна из исходных формул, необходима для решения задач, но присутствуют логически верные преобразования. Если в одной из исходных формул необходимо для решения задач или утверждения, лежащего в основе задач, это обычная ошибка, или если представлен только правильный рисунок с указанием хода лучи в линзе. Этот последний пункт, он связан только с тем, что требования рисунка есть именно в задании, поэтому требования рисунка есть в критериях, поэтому такая вот работа ценилась в один балл, потому что здесь есть правильный рисунок, ну, еще и сдано, и правильный рисунок. Так как это есть, эта работа оценивается в один балл. Это невнимательность, это в смысле про ту работу, которая оценивается в два балла, ну да, когда плюс на последних, последних, последних вычислениях превратился в минус, да, это, конечно, невнимательность, но это и ошибка. ответ получил неверный, в один балл сняли. Ну и ноль баллов, это когда все не так, то есть и рисунок сделан неверно, и тут в формулах подстановки тоже неверные, то есть все это оценилось в ноль балла. А теперь переходим к заданию номер 30. Это вот то изменение, которое только вот в 2023 году ожидается. В задании номер 30 у нас теперь механика расчетной задачи высокий уровень сложности. И теперь, кроме, собственно, решения, задания подробного решения с ответами, с математическими вычислениями, с подстановками, указаниями всех необходимых в форму, нужно еще для получения 4 баллов ввести правильное обоснование применимости этих формул. То есть кроме вот того решения подробного, которое оценивается в 3 балла, критерии оцениваются те же самые, есть еще и отдельные критерии, которым оценивается приведенное или неприведенное обоснование. То есть если ребенок возьмет 30 задачу, он и решит ее так же, как решил бы в том году, то есть подробно все распишется, но с решением, с ответом, он получит только 3 балла, если там не будет обоснования. Но 3 балла он получит. Но можно получить 4, если отдельно будет указано обоснование применимости законов и формул, которые он использует при решении. Тогда это уже будет отдельным критерием, отдельно учитывается и отдельно оценивается в 1 балл. В качестве примеров для начала давайте рассмотрим такую задачу. Это задача из демоверсии, насколько я помню, этого года. Итак, у нас есть система грузов. М большая, М маленькая, между М маленьким и М большим у нас есть трение, а вот сама эта версия гладкая. Кроме того, у нас есть груз, которым привязан другой грузик. Ой, у нас есть блок, блок, который перекинут до нитки и привязан другой грузик. Эта система начинает как-то двигаться и нужно указать, в каких значениях массы вот это вот грузы, в каких значениях масса М, они одинаковые грузы имеют М1, М2, они одинаковые массы имеют, в условии сдачи дано. В каких значениях этой массы вот эти два груза движутся как единое целое. И прямо в задании у нас дополнительно вот начиная с того года появляется маленький абзацик. Какие законы вы используете для описания движения системы грузов и обоснуете их применимость к данному случаю? Это вот то самое обоснование, которое отдельно оценивается. Итак, что здесь подразумевается под обоснованием? Естественно, это у нас динамика. Естественно, мы должны записать второй закон Ньютона, но сначала ребенку необходимо обосновать, почему он может его записать. То есть раньше просто вот, как мы смотрели задачки для на 2 балла у нас была задачка, похожая тоже динамика. Там просто записывалось второе уравнение Ньютона и все. Теперь, если он запишет второе уравнение Ньютона в решении, ну, все он запишет правильно, второе уравнение Ньютона запишет правильно, проекция там правильно запишет, все будет, если получит правильный ответ, он получит 3 балла. Это вот если как раньше. Но теперь, если он хочет 4 балла получить, он должен обосновать, почему он может записать второе уравнение Ньютона, ну, как минимум. Итак, это у нас динамика. В обосновании мы должны указать, что у нас система отчета инерциальная, что мы выбрали инерциальную систему отчета, что у нас грузы двигаются поступательно, соответственно, мы можем их рассматривать как материальные точки. А сумма этих двух пунктов дает, что мы можем для решения задачи использовать второй закон Ньютона, отдельно записав его для вот этого груза, рассматриваю как целое, и отдельно для вот этого груза. Потом мы можем в обосновании сделать рисунок со всеми действующими силами и выбрать направление оси. Кроме того, опять же, в решении дети привыкли писать Т1 равняется Т2, просто потому что они это знают. Они, может, не задумывались, почему у нас силы натяжения нити не одинаковые. Ну, а теперь, если они хотят получить 4 балла, они должны вспомнить, что так как у нас нить невесомая, а блок у нас обычно идеальный, если не пишется обратно, то есть силы тренинг в нем нет, то натяжение нити в любой точке этой нити одинаковое. Так как нить у нас невесомая, то Т1 равняется Т2. Так как нить у нас нерастяжимая, у нас ускорение этого груза равняется ускорению этого груза. Не просто потому, что А1 равняется А2, это вполне подойдет для решения, но в основании ему нужно объяснить, почему это так. Вот у нас нет нерастяжимая, значит, А1 равняется А2. Груз двигается с одинаковыми направлениями. И последний пункт, собственно, вот о чем спрашивают, в каких значениях М1 не будет слетать с М. Что в состоянии неподвижности, сила трения между ними должна быть меньше или равняется м умноженное на М. Вот эти вот пункты должны быть указаны в обосновании. И вот так они указываются в обосновании в образце, в демо-варианте. Приведено решение этой задачи с обоснованием. И там вот оно прописывается так, что будем считать систему отчета, связанную со столом инерциальной. Пока грузы двигаются как один из целых, их можно считать твердым телом массы М плюс М. Там тела двигаются поступательно, поэтому можно их считать в модели материальной точки. А в ISO движение материальной точки записывается вторым законом Ньютона. Видите, его даже можно тут как бы не указывать, но в решении нужно. Но здесь мы описываем, почему мы его будем писать в решении, а там не объяснять. Потом на рисунке покажем внешние силы, действующие на грузы. Так как нить легкая искривая блока без трения, то мы Т1 равно Т2. Так нить нерастяжима, то у нас А1 равняется А2. Ну и так как у нас между телом М1 и телом М, это просто вот здесь вот увеличенный кусочек вот этот нарисован, есть трение, то если вот это условие будет удовлетворяться, то наш грузик останется на вот большом грузике массы М. Вот это вот это то обоснование, вот вместе с рисунками, как оно выглядит в демоверсии. Да, это много написано. Да, тут все подробно расписывается. И за это дается только один балл. Но вот начиная с этого года 30-й задача у нас выглядит так. Критерий оценивания у нас такой, что если верно обоснована возможность использования законов из экономильности, то это один балл. Если без обоснования допущена ошибка, то это ноль баллов. То есть всего лишь единичка или нолик. При этом если... Ну, тут дальше я решение привожу этой задачки. То есть я остановиться подробно не буду, потому что у нас впереди еще пару примеров задач таких, которые могут стоять под номером 30. Поэтому просто вот у нас есть решение. Я его написала для того, чтобы показать, что... Ну, опять же, это мое решение. Если ребенок напишет просто за второй закон Ньютона для тел в проекциях, он напишет просто формулы, то, в принципе, он может это сделать и так. Это тоже не будет ошибкой. И если он приведет только решение вот этого, вот этого часть, вот этих два слайда, без обоснований он получит 3 балла. Если он хочет получить 4 балла, он должен обосновать, почему мы можем вот это записать, почему у нас ускорение одинаковое для двух грузов и почему Т1 у нас сравняется с Т2. Это все описывается отдельно. А так критерии оценивания не те же самые, что и раньше были вот задачи с оптикой, которые мы смотрели, которые было задание 29. То есть если у нас перво записаны все положения теоретические, законы, закономерности, которые необходимо использовать, то он получает 3 балла. Все вновь вводимые в решении обозначения. То есть все это мы рассматривали, поэтому я остановиться подробно не буду. То, что критерии оценивания решения, они такие же, как критерии оценивания решения номер 29 про оптику, который мы смотрели, и как они были раньше до этого. То, что новое, это вот только обоснование. И поэтому мы пойдем дальше. Я вам хочу показать еще несколько примеров обоснований, и это, собственно, последнее, на чем мы будем останавливаться в этом вебинаре. У нас вот где-то еще минут 20. Меня спрашивают, какая протяженность. Где-то еще минут 20, наверное. Так, еще один тип. Валентина Аня Александровна, если ученик обоснования напишет в ходе решения, нет, такое не подойдет. Оно должно быть, поэтому не на отдельных листах, но, по крайней мере, как-то отделено друг от друга. Отдельное обоснование, отдельное решение. То есть никто не будет выбирать, что относится к обоснованию, что относится к решению. Почему нет записи второго закона Ньютона в векторной форме? Мы уже остановились на этом. В принципе, можно его делать, можно его не делать, просто записав правильные проекции за второго закона Ньютона на оси. А оси там были выделены и были выделены. Проекции были написаны верно. Это, по-моему, решение тоже было из демо-варианта, которое было приведено на двух слайдах. Так что в демо-варианте тоже закона Ньютона в векторной форме нет. Я не знаю, почему. Потому что с ним удобнее работать, чем просто сразу проекции писать. Но почему-то вот он не был. Итак, задание номер 30. Какое еще может быть? Кроме как динамика, где нужно будет указать инерциальную систему отчета, указав про блоки, если необходимо, про то, что он идеальный, про то, что нить легкая, про то, что нить нерастяжимая, про то, что наши тела двигаются поступать на материальные точки. Это все относится к динамике. Это стандартные пункты, которые подходят под обоснование динамики. И плюс еще что-то дополнительное, что может быть связано именно с этой задачкой. Вот как там было про силу трения. Наша задачка номер 30 может быть связана с законами сохранения. Вот как пример задачка. У нас есть два шара, подвешенные рядом на нитях одинаковой длины. Изначально они соприкасались между собой, а затем первый шар отклонили и отпустили. После абсолютного упругого удара шары разлетелись в противоположные стороны. И эти длины нити, на которых пишут шары, если мы знаем, на какой выступ поднялся там один из шаров. И опять же, какие законы вы используете, обоснуйте. Это уже не динамика, это уже у нас получается задача решать с помощью законов сохранения энергии и законов сохранения импульса. В обосновании, опять же, указываем, что у нас система что-то инерциально, система тел замкнута, шарики у нас материальные точки, так как их размеры малы, последние длины нити. А так как сумма проекций внешних сил на какую-то выбранную ось равна нулю, то мы можем отойти на этой оси и написать закон сохранения импульса, который будет сохраняться в проекциях на эту выбранную ось. Это вот первые три пункта приводят к закону сохранения импульса. Кроме того, так как у нас время удара очень мало, то мы можем считать, что потенциальная энергия у грузиков, после того, как они стукнулись и разлетелись, что она не поменялась, они где-то на одной высоте были и записать только закон сохранения кинетической энергии. В смысле, закон сохранения механической энергии у нас сведется как закон сохранения кинетической энергии. И так как силы натяжения нити работают, предвижение шариков не совершают, мы можем записать закон сохранения энергии для вот того шарика, который сначала отклонен, а потом начал падать и ударился. То есть что mgh, когда его отклонили, равняется mv в квадрате и в полон в тот момент, когда он ударил тот шарик, который висел. Это из эсхематических. Когда я попыталась это все записать словами, у меня получилось, ну вот, моих три слайда. Ну, правда, я тут писала подробно. Я немного вернусь назад, секундочку. Нет, обратно я хочу вернуться, он не возвращается. Да ладно, я так объясню, не надо переключать. На том слайде, на котором я не могу вернуться, там было написано про то, что у нас нарициальная система отчета, про то, что мы можем насмотреть модели материальных точек, эти грузики. Так как у нас в момент удара у нас получается, что на вертикальной оси внешние силы не действуют на наши грузики, только есть силы натяжения нити вверх и МЖ вниз, то вот по оси горизонтальной у нас закон сохранения импульса срабатывает, и мы можем вот записать вот на эту ось. То есть вот в нашей нарициальной системе отчета проекция импульса системы шарик М1 и шарик М2 на газодальной ось при их столкновении сохраняется. Это вот первый пункт. Второй пункт про то, что почему мы можем записать, что М1Ж вот в этом месте, потенциальная энергия шарика полностью придется в кинетическую энергию шарика вот в этом месте. Так как у нас сила натяжения нити, она направлена по нити, по радиусу к окружности, а скорость шарика по касательной окружности, поэтому в любой точке траектории сила натяжения нити при перекройной скорости и работы силы, это сила натяжения нити не совершает. Поэтому при движении шарика, вот вот первоначально имеющаяся у него потенциальная энергия, полностью пришла в кинетическую. Это В, это та скорость, которую он ударил в черненький шарик. У нас что-то зависло сейчас, прошу прощения. Шансы есть, что сейчас заработает? Ну а дальше там еще есть... Сейчас, прошу прощения, заработал? О, заработал, да. Ну и последний пункт там. Почему мы можем записать, вот в момент удара, что кинетическая энергия, которую имел шарик, которая, как мы поняли, на предыдущем слайде перешла ровно из потенциальной энергии, когда он сюда сдвинулся. Почему кинетическая энергия полностью перешла в кинетические энергии из этих двух шариков, которые отлетели в разные стороны при ударе? То есть М1В в квадрате пополам равняется М1В1 в квадрате пополам плюс М1В2 в квадрате пополам. Потому что вот мы пренебрегаем, мы считаем, что время удара очень мало, поэтому потенциальная энергия этих шариков не поменялась. Поэтому просто можем записать такую вот кинетическую энергию. И, собственно, потом все это оценивается, все это будет упоминаться в решении, в моем решении. Вот отдельно прописывается закон сохранения импульса, вот закон сохранения энергии, когда он произошел удар. И вот в этом месте закон сохранения энергии для первого шара, когда он летел вот от отклоненной точки вот сюда. Эти все три вот закон сохранения непонятных решений, и я отдельно их обосновала, почему я могу их применить. Это вот то, что мы видели в начале. Естественно, вот тут приведено решение. Естественно, оно может быть меньше. Естественно, можно вот это вот в себе из текста не писать. Это решение я писала для нашей книжки, поэтому оно такое подробное для того, чтобы детям было удобнее по ней заниматься, и чтобы им было понятнее, что в этом решении имелось. Поэтому оно такое подробное. Естественно, при решении задачи уже на экзамене так подробно писать никто от них не будет требовать. То есть просто основные формулы, основные выводы, которые должны привести к окончательной формуле, куда должны быть подставлены циферки, и получен верный ответ с единицами измерения. И теперь последний вид задачи, который вообще может оказаться под номером 30 на экзамене. То есть задачи, в которых тоже может оказаться... Так, Валентина Николаевна, силы на течение работы не совершают, но есть еще силотярские, которые совершают работу. Силотярские являются консервативно, поэтому можем записать закон сохранения энергии. Это тоже должно быть по основанию использования закон сохранения энергии. Да, вы правы. Ну, я, наверное, может быть, не так подробно написала. У меня там вот так получилось много текста. Ну, да, вот это МЖА равняется МФ противополам. Да, мы можем написать закон сохранения энергии именно поэтому. А при этом той работе, которая совершает силонатяжение, мы ее не учитываем, потому что она силонатяжение по педикулярному метру скорости перемещения. Итак, и последний тип задачи, который может быть под номером 30, это статика. То есть у нас была динамика, потом закон сохранения и, собственно, статика. Статика. Задачка, вот я для примера взяла такую. Лестница длиной со 4 метра представлена к идеальной гладкой стене под углом 60 градусов горизонта. Коэффициент трения между лестницей и полом известен. На какое расстояние вдоль лестницы может подняться человек, прежде чем лестница начнет скользить. Массу самой лестницы мы не учитываем, только масса человека, которая у нее забирается. Для решения нам понадобится использовать условия равновесия твердого тела. Но до этого мы должны, собственно, обосновать, почему у нас именно твердое тело модель и откуда это условие равновесия берется. То есть, опять же, национальная система отчета, в данном случае, на стене земли. Потом, так как формы, размеры нашей лестницы неизменны, расстояние между левыми и двумя точками остается неизменной, то мы можем использовать модель твердого тела. При рассмотрении лестницы мы можем сделать вывод. Ой, мы можем взять рисунок со всеми действующими силами, выбрать направление осей. Потом определиться, движется ли твердое тело поступательно или вращательно. И в зависимости от вида движения мы должны записать условия равновесия. То есть, если это движется поступательно, это одно условие. Если движется вращательно, это другое условие. Если это, собственно, микс этих двух движений, то это два условия. В данном случае у нас получается, что вот наша лестница стоит. Итак, обоснование. Инерциальная система отчета, в стиле которой лестница находится на месте, удобно осредить поверхность земли. Есть. Потом расставим силы, действующие на лестнице, направим ойси декартовой системы координат, как показанной на рисунке. Описываем стержень модели твердого тела, так как формы и размеры не меняются. В случае скольжения, это вот то, что у нас требуется в условии задачки, месяца будет участвовать в сложном движении поступательном дуале COX и вращательном движении вокруг оси в точке А, проходящей через лишний конец лестницы. Следовательно, для решения задачи необходимо использовать оба условия равновесия. Первое для поступательного движения, то есть сумма внешних сил равна нулю, а второе для вращательного движения, то есть сумма моментов сил относительно оси вращения, которое тут тоже говорится, что это точка А, равна нулю. То есть это обоснование, а потом уже в решении учитывается и первое условие, и второе условие равновесия. И исходя из этих двух условий, приводится решение, приводится ответ. Рисунок мы уже видели. То есть при решении задачи на статику у нас получается обоснование, почему мы рассмотрим это тело как модель твердого тела и какие условия равновесия мы должны учитывать при решении. Наталья Николаевна, под номером 30 есть задача по молекулярке, не только по механике, может быть, 30-я задача. Насколько я помню спецификацию, мы, конечно, можем сейчас проверить, насколько мы помним спецификацию, под номером 30 стоит только задание по механике. Ларис, можем сейчас проверить? Нужно открыть интернет и FIP-сайт. ФИЗИКА Скачать Я сейчас объясню. Так, нам нужна спецификация. Экран видно или что видно? А как показать? Если не поверят на слово, то я только что проверила. Да, на сайте, можно проверить на сайте FIP-сайт. Я только что проверила, скачала спецификацию. И там прописано, там спецификация, несколько колонок. И там одна из колонок соответствует разделу физики, по которой задача может быть. Один – это механика, два – это… Ну, вот я проверила, можете только сами проверить потом. Меня почему-то экран не поддерживает такую возможность, чтобы посмотреть, чтобы вам показать то, что я видела только что. Можно зайти на сайт FIP, зайти в раздел ЕГЭ, зайти в раздел демо-варианты, физика, скачать. И там в спецификации написано, что 30-е задание может быть только по механике, потому что в столбике, который отвечает за код раздела, код раздела, по которому может быть задача, стоит единичка. Это механика. То есть в этом году это механика, что будет в следующем году, ну, мы узнаем только в августе. Но пока это механика, определенно, и вот, насколько я понимаю, это, соответственно, или динамика, закон сохранения энергии, или статика. Да, то есть у нас вот есть спецификации, на которые мы и ориентируемся. Можно ли обоснование писать после решения, Наталья Николаевна? Я, честно говоря, не знаю, я не думаю, что это как-то, учитывая, что они проверяются отдельно, что это чему-то противоречит. Вполне вероятно, что можно сначала написать решение, потом обоснование, просто это только в этом году, поэтому никто точно не знает, в каком порядке нужно писать. Но это точно нужно писать, если ребенок хочет плачать 4 балла. Они оцениваются отдельно, то есть отдельное обоснование, отдельная механика. В ваших кимах решения второй части, представленные с обоснованиями. Если вы имеете в виду наши книжки, то да, книжки с вариантами, решение второй части, представленные с обоснованиями. Вот на этом как раз-таки там были последние слайды. Вот, поэтому как раз-таки раз уже речь зашла о наших книжках. Собственно, вот книжка ЕГЭ-2022 с 30 вариантов. В этой книжке, собственно, к 30 вариантам, ко всем заданиям второй части, то есть ко всем заданиям, о которых я сейчас говорила, с номера 24 по номеру 30. Это задания повышенного, высокого уровня сложности, расчетные, качественные задания. Здесь даны решения, то есть ко всем 30 вариантам. В каждом варианте у нас получатся 7 задач таких, на которые требуется разумный ответ. И вот в нашей книжке ко всем 7 заданиям во всех 30 вариантах эти решения подробные есть. И вы под номером 30, то есть там, где у нас механика высоких уровней сложности, там есть обоснования, конечно же, тоже. И в заданиях есть требования обоснования, и в решениях тоже. Сейчас мне тут вопрос. Вот, когда выйдет 7 класс ОПР, я надеюсь, что это дело вот буквально нескольких недель. Потому что мы уже книжку подготовили. Мы уже книжку подготовили для 7 класса, уже, собственно, готова. Книжка для 8 класса, она готовится к печати, она выйдет еще позже, чем для 7 класса. Вот в том году она выглядит вот так вот. В следующем году она будет выглядеть немножко по-другому чисто. Обложка, ну, точнее, конечно, не только обложка, внутри мы тоже меняем задания. Мы меняем задания на основании тех реальных ОПР, которые дети писали в этом году, и на основании демоверсии. То есть у нас книжка поменяется в ОПР и в 7 классе, и в 8 классе. И 7 класс у нас выйдет, мы ожидаем, что она выйдет в течение нескольких недель. Так, книги по промокоду или только по ЕГЭ? Ольга Ивановна, по промокоду можно купить все книжки по физике, по ИПР, и ЕГЭ, и ОГЭ. Так, мне кажется, стратегически надо обоснование писать в последнюю очередь. Да, наверное, Наталья Николаевна, вы правы, потому что, как мы видели, оно достаточно объемное. То есть если ребенок привык писать решение без обоснования, то есть может быть ему правда решение написать полностью решение, как он привык, а потом уже обосновать, почему он второй закон Ньютона записал, например. Так, еще про наши книжки. У нас еще для 11 класса есть тематический тренинг. В этом году новая версия вышла. Мы в этом году переделали полностью книжку. У нас теперь более подробно разбиты задания по разделам физики, по подразделам физики. Здесь примерно к третьей задаче даны в конце подробные решения. Ответы, конечно же, ко всем заданиям есть. Есть краткая теория. Она уже пределана под новые спецификации. То есть там, например, девято в заданиях самоломышленный выбор уже задание подразумевает не только два ответа, но и вариантов ответа правильных может быть больше. Тут не до строфитики. К сожалению, мне реально нравились такие задания. И, в общем, вот эта книжечка, я с ней работаю, она мне очень нравится. Спрашивали про девятый класс. Я видела в чате, да, девятый класс, у нас тоже книжки есть. Они уже вышли. Я как-то вверх ногами. Это книжка «Тематический тренинг». Это книжка 30 тренировочных вариантов. Они написаны в полном соответствии с спецификацией этого года. Как книжки 30 вариантов. Написаны новые 30, собственно, вариантов. Опять же, все задания второй части, как все задания второй части, написаны подробные решения. Мы решили в этом году так сделать книжку для того, чтобы было, наверное, где-то с ней удобно работать. То есть на все сложные задачи приведены решения. Ответы есть, теория. Ну, а тем тренинг, я думаю, многие уже сталкивались с нашей книжечкой. Здесь задания разбиты по разделам физики. Разбиты подробно. Они, кроме того, разбиты еще по типам заданий. То есть отдельное задание на умноженный выбор. Отдельное задание на расчетные задания разных уровней сложности. Отдельно повышено, отдельно базово. То есть вот тематический тренинг тоже с решениями. В этом году мы туда добавили решения. Где-то примерно треть заданий у нас решены. Приведены решения здесь. И ответы ко всем заданиям. Евгения Валерьевна, а вообще астрофизика в ЕГЭ в этом году будет? Нет, не будет. То есть вот после вот этой вот большой перестройки ЕГЭ, астрофизика номер 24 задачи, которая там была с 2018 года, получается, она в этом году ее не стала. Вот, что будет в следующем году, не знаю, может, она еще вернется. Но пока вот в этом 2022 году астрофизики в ЕГЭ не ожидаются. Так, еще что я хотела показать, книжка тоже мне очень нравится. Это вот наш большой справочник для подготовки к ЕГЭ, в котором есть теория по всем разделам подробная. Ну, потому что это в какой-то мере справочник. А кроме того, там есть много-много-много задач с решениями разного уровня сложности разных типов. То есть там нет заданий для самостоятельной работы, там именно даны задания и, собственно, решения к ним. Так, и секундочку, сейчас я тут вот вам рассказала про книжки, показала так. А вот здесь промокод. Вот я сейчас на нем отдельно остановлюсь. Сейчас видно его, а то мне не видно. Немножко презентация зависла. Сейчас вот должно быть на слайде появиться или, может быть, уже видно промокод, используя которых вы можете заказать книжки на нашем интернет-магазине со скидкой 30% на все пособия по физике. Скидка будет действовать до 9 января 2022 года. То есть вы можете заказать до 9 декабря 2021 года. Это или нет? У меня уже 22-й год. Да, я уже в 22-м году живу. Нет, 9 декабря 2021 года, конечно же. То есть у вас есть еще дня там 3-4 для заказа. Вот, это можете заказать вы или ваши коллеги, или знакомые. То есть дети – это код не только для тех, кто вот смотрит сейчас вебинар. Это код, может любой человек заказать в нашем интернет-магазине со скидкой нашей книжечки. Если есть какие-то вопросы, задавайте еще, есть время, если у вас. Да, Елена Викторовна, в этом году будет трудно приучить написание обоснований. Да, конечно, это будет трудно, потому что это только первый год. Может быть, через год, через два мы уже будем все эти обоснования, как орешки щелкать, сразу задачку видим, и мы, дети, будем писать обоснования о том, как мы эту задачку будем решать. Пока это несколько пугает, пока это получается как-то очень объемным, выглядит и много писать, и много решать. Елена Николаевна спрашивает, обоснование решения ограничено по числу слов? Нет. Нет. И насколько это должно быть подробно, тоже пока не особо понятно. То есть пункты, которые должны быть в этом обосновании, я постаралась указать для тех трех разделов, на которые, я думаю, будет задачка номер 30. Но насколько подробно нужно все описывать, чтобы получить этот один балл, ну, пока вот не очень понятно, потому что, ну, еще в реальности эти критерии не применяли, так чтобы с примерами могли посмотреть сами. Что нужно написать, чтобы получить этот один балл, четвертый. И, может быть, есть еще какие-то вопросы. Ну, радует хотя бы, что эти обоснования пока только по механике требуются. То есть пока мы начинаем только вот механику, с детьми особо учить их объяснять, почему именно так задачки решают. То есть не просто записываем второзаконитно, потому что это динамика, и мы всегда его записываем, а именно почему его записываем. Вот, посмотрим, что нас ожидает на ЕГЭ 2023 года, может быть, там еще что-то новенькое появится. Пока вот учим детей писать обоснования. И надеемся, что не все получат дополнительный балл за решение этой задачки. Кто автор, составитель тренинга? У нас тематический тренинг, он под редакцией Льва Михайловича Монастырского. Если мы говорим про ЕГЭ, ну, и, в принципе, ЕГЭ тоже. Я так вижу, больше вопросов нету, так что спасибо всем большое за внимание. Мне было очень приятно с вами общаться и видеть, что вам интересно то, что я рассказываю. Спасибо большое. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok